Продолжение следует... 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 в котором я в последнее время стараюсь рассказывать, то есть фокусируясь на, скорее, наиболее контрастных и ярких изменениях, которые привносит в нашу жизнь технологическая революция и, соответственно, те возможности и те барьеры, те, точнее, риски, которые в связи с этим возникают. Первое, что мы должны понимать, что новый виток технологического развития или то, что называется четвертая технологическая революция, это процесс, в котором мы находимся в самом начале. То есть мы не столько сейчас можем говорить уже о свершившихся значительных изменениях, хотя не уже значительных, сколько о том, что мы находимся на пороге действительно масштабных глобальных трансформаций экономики и технологического пространства и так далее. Ну, к примеру, там есть достаточно уверенный консенсус прогноз, что уже к 2025 году перестанут выпускаться бензиновые двигатели, будут полностью электрические транспорты и, соответственно, значительная доля возобновляемой энергетики в балансе. В некоторых странах она будет основной. Это то, что уже сейчас появилось как пилотное, но то, что будет трансформировать всю пространственную организацию, жизнь нашу и так далее. И вот такого рода глобальные изменения самых существенных индустрий, они прямо сейчас начались, мы участвуем в их развитии и так далее, но в самом начале. Как следствие того тезиса, что мы находимся в начале технологической революции, мы можем посмотреть на прошлые технологические революции, и каждая из них привносила в пространственную организацию жизни достаточно радикальные изменения, достаточно существенные изменения. И, пожалуй, самое фундаментальное изменение, которое происходит с пространством сейчас, это то, что оно становится носителем немножко другого смысла. Если раньше пространство государственное, национальное было прежде всего актуально с точки зрения земли, будь то для сельского хозяйства или потом для ресурсной базы и так далее, то сейчас, конечно же, на первое место выходит пространство для людей. То есть люди становятся основным ресурсом современного экономического развития, основным фундаментом технологического развития, потому что именно города с максимальной концентрацией талантов обладают сейчас наиболее маржинальными бизнесами и наиболее капиталоемкими процессами, компаниями и так далее. То есть в этом смысле мы от государств, агрегаторов ресурсов переходим к государствам как агрегаторам талантов. И это для России является одновременной возможностью и риском, потому что, с одной стороны, таланты у нас вроде бы рождаются, но, с другой стороны, они в последнее время довольно плохо задерживаются. И концентрируются они в мире сейчас уже в других местах. И эта концентрация – это следствие не только денег и не столько денег, сколько, скажем так, многих и многих обстоятельств. К примеру, вот еще, скажу так мягко, до 2014 года наблюдалась очень интересная тенденция возврата многих талантливых ребят из долины, именно потому что они не могли там закрепиться в силу именно очень специфической другой культурной среды. Я имею в виду даже не пресловутую проблему языка, а вот у меня была знакомая целая компания из Питера, они дружно переехали в долину, а потом их жены просто заставили вернуться в Питер, потому что они жители столичного города с театрами мирового уровня, а долина – это, в общем-то, деревня, по большому счету. И это был довольно существенный фактор. Ну, конечно, после 2014 года там немножко вся ситуация поменялась, но, тем не менее, роль крупных городов, которые агрегируют у себя не только экономику, но и культуру мирового уровня и среду мирового уровня, она, конечно, вырвалась, как бы играет большую роль. Но сейчас в мире, конечно, речь идет не столько об исторических памятниках, сколько о том, что современная экономика начинает развиваться и процветать в совершенно нового типа городах. Это уже то, что можно назвать мега- и гигаагломерации, то есть это очень крупные по человеческому капиталу и по количеству талантов городов, в которых накапливается достаточная критическая масса, чтобы делать действительно великие вещи. И в этом смысле концепция небольших городов, там научно ориентированных или промышленно ориентированных, она ушла в прошлое. Как бы больше нет необходимости строить моногорода, ни ресурсные, ни промышленные. Концентрация, там большая часть заводов имеет роботические, в основном рабочие руки, и людей там много не надо. Поэтому очень легко вырастает, к примеру, роботизированный кластер вокруг Бостона, потому что нет ограничений на рабочую силу, потому что просто не нужно столько рабочей силы. А вот города главным образом соревнуются сейчас между собой по количеству талантов, по количеству умных людей, будь то ученые, будь то деятели искусства, будь то менеджеры, маркетологи, кто угодно. Очень широкая интеллектуальная среда, без которой технологические компании не развиваются. И у этих людей очень высокие запросы. У них очень высокие запросы к качеству жизни, у них очень высокие запросы к качеству сервисов, к качеству городов, к масштабу этих городов, потому что должна быть достаточной и конкуренции, и достаточная среда, и достаточно много умных людей, с которыми комфортно жить и так далее. И разрыв между качеством среды этих мегагородов и окружающей средой, даже развитых стран, они становятся все больше. Я в свое время делал достаточно подробную статью в Global Affairs, Россия во внешней политике, где обозначил этот тезис, что вот эти мегакластеры, в них формируется настолько опережающее развитие по качеству жизни и по цене жизни, что формируется в каком-то смысле мощный культурный барьер. Если раньше такой культурный барьер был между развитыми странами и развивающимися странами, то сейчас даже внутри одних США или Китая разрыв между качеством жизни в долине или обычных штатах, или в качестве жизни между Шанхаем или Гонконгом и обычными провинциями Китая, он становится очень сильным. И вот этот разрыв делает эти кластеры, выделяющимися как на фоне своих стран, так и на фоне всего мира. Это абсолютно новая реальность, она в каком-то смысле напоминает реальность средневековых городов-государств, в которых Венеция или Брюкге возвышались над окружающими странами и по качеству жизни, и по культуре, и по богатству. И в этом смысле не было Италии или Бельгии, а были Брюкге, Антверпен и Венеция. Точно так же сейчас Сан-Франциско, Сиэтл, Шанхай или Токио – это не совсем Китай, Япония, США, это уже нового качества развлечения. И вот в этой глобальной новой реальности мегагородов, конечно, новая конкуренция, новое требование к качеству жизни, новые требования к сервисам, новые требования к человеческому капиталу и так далее. Вписывается ли Москва в эту реальность? С одной стороны, да, несомненно. Есть довольно много тщательных, достаточно аккуратных рейтингов, по которым Москва лидирует в части показателей. Например, Москва по-прежнему один из лидеров в части талантов. То есть здесь много талантливых людей, и они, скажем так, не переоценены, поэтому здесь достаточно эффективно создавать мирового уровня научно-технологические центры разработки. С другой стороны, мы просаживаемся по многим другим параметрам, по части, прежде всего, бизнес-климата, финансовой инфраструктуры, инфраструктуры для стартапов, технологической инфраструктуры. В этом смысле мы становимся все более провинциальным городом. И с этим надо, конечно, что-то делать, потому что таланты, не находя себе применения в этой среде, просто находят себе более выгодные места для проживания. Это мы видим уже не первое десятилетие. Тем не менее, Москва на глобальной карте технологической видна, и в этом смысле нужно просто услышать те требования, на мой взгляд, те актуальности, которые возникают у этой среды. Для технологического развития нужен масштаб и экономический, и пространственный, и в этом смысле Москва не может замыкаться. Она должна, наоборот, расти и географически, и по численности населения, но при этом сохранять высокое качество жизни. И вот обеспечить этот рост, при том, чтобы одновременно росло качество жизни, при этом, чтобы одновременно рос комфорт, безопасность и все другие факторы, вот это вопрос, который сейчас стоит перед всеми сити-менеджерами ведущих мировых городов, кто хочет участвовать в этой гонке. Мало просто залить деньгами что-то, да, в общем-то, мы и не заливаем. Мало просто провозгласить что-то, это вообще ни о чем никому не скажет. Нужно создать комфорт для деятельности технологических компаний и обеспечить их талантами, обеспечить их ресурсами, прежде всего, человеческими. Такого рода вызовы можно, на них можно ответить, но для этого нужно, конечно, довольно многое менять, и прежде всего ставить себе абсолютно глобальные амбиции. То есть в этом смысле надо соревноваться с Лондоном, Берлином, Сан-Франциско, Токио, Шанхаем за таланты и за капиталы. Это очень ответственное соревнование, очень тяжелое, но в нем надо участвовать, конечно. Спасибо большое. Григорий, теперь вопрос к вам. Сначала процитирую. Принципиальная новизна города будущего нашего времени в том, что он не является инструментом достижения будущего, это совсем иная конструкция. Она основана на том, что будущее наступает само по себе. Город нужно к нему приспособить, и сам город, и главное его жителей. Насколько приспособляем, с вашей точки зрения, к будущему город, продукт советского городостроительства? Обречены ли мы на инерцию или, все-таки, возможно, гениальный городостроительный проект? Как при этом избежать ловушки очередной утопии? Да, я благодарен за возможность выступить и за даже цитирование какой-то моей статьи. Действительно, все, что мы знаем в истории про слова «город будущего», это всегда какой-то большой социальный идеал. Ну, коммунистический, там, религиозный. Сегодня у нас «город будущего» звучит исключительно только в одном направлении. Это изменение технологий, приход нового технологического мира. Мы считаем, что общество, оно, ну, как бы такое же общество, но только вот у него там, ну, не знаю, там, квантовый компьютер или хотя бы там сети 5G. Ну, вот как-то так это все изменится, и тогда должен город как-то на это отреагировать. Даже не знаю, как строить вот ответы на ваши вопросы. Я последние 5 лет являлся, так сказать, профессиональным исполнителем песен про будущее для органов государственной власти. И, в принципе, я, ну, легко могу спеть эту песню еще раз. В основном это все про, вот, город обмена, город конкуренции, социальный капитал, человеческий капитал, рост образования, ценные кадры, рост потенциала и так далее. У меня у самого ощущение, что, ну, это хорошие песни, при этом это немножко как это, ну, не знаю, как голубой огонек в позднесоветское время. То есть они, в принципе, звучат, но, и даже мы слова понимаем, но то, что они как бы хоть какое-то имеют отношение к реальности, это вызывает большие сомнения. Ну, какая к черту инновационная экономика? Ну, она у нас идет совершенно в другие. Ну, вы о чем? Значит, какая ценность социального капитала или человеческого, да? У нас, наоборот, перепроизводство кадров с излишним, так сказать, интеллектуальным потенциалом, лучше бы их не было тут, потому что у них просто нет рабочих мест. Я уж не говорю о том, как они мутят политическую воду. Мы вообще ведь говорим о 35-м году. Мы же уверены, что Владимир Владимирович в 35-м году все еще будет нашим президентом. О чем, собственно, как... Да, то есть, собственно, что это вот, вот эти все фантазии, они о чем, да? Значит, при этом, ну, я бы сказал, что, когда вы говорите, что вот удастся ли преодолеть эту вот инерцию советского развития, это досоветское развитие преодолело инерцию всякого капиталистического развития в этой стране. Прошло, так сказать, обратное. Она возродилась и так далее. Причем это касается совершенно не только вот власти, которой, да, Бог зажить до 35-го года или до 135-го года, в общем, дай ей Бог, да. Это касается населения. Ну, мы с вами сейчас здесь сидим на момент бунта населения против строительства Екатеринбургского храма. Это довольно бурная история. Заметьте, там много кто участвует, там нет ни одного специалиста. Там вообще, ну, там можно забыть все наши расхождения, о наших, так сказать, спорах, кто именно, не представляет собой никакого профессионального потенциала. Неважно. Там вообще никого нет. Там есть просто толпы. С одной стороны и ОМОН с другой стороны. Все. Значит, когда, то есть это решается без архитекторов, без городостроителей, вообще без кого-либо. И никаких документов, так сказать, уже никто не рассматривает и не помнит об этих документах. Население, ну, вы знаете, вот у меня была прекраснейшая встреча с московскими независимыми депутатами. Я возлагал большие надежды, честно скажу, на московских независимых депутатов, голосовал за них и так далее. И шел на встречу с ними именно как на, ну, какую-то, так сказать, вот новую политическую реальность. Они рассказывали о, ну, предметах своей гордости. Один депутат стоит, говорит, я провалил один проект благоустройства в своем районе. Другой говорит, да что один? Я в своем районе провалил два проекта. Третий говорит, да ладно ваши два проекта. Я в своем Нагатинском районе провалил целую набережную, пять километров. Я его спрашиваю, а кто, что, что вы там взамен-то? Это хороший проект, это Григориан делал. Вы чего? Говорит, мы думаем как, но только бы не вот этот вот проект, который вот нам навязывают сверху. Ну, хорошо, ладно. Ну, это хорошо, ладно, стилистические вещи, так сказать, люди там, это самое. Ну, наконец, встают два, вы, наверное, знаете эту историю. Два депутата от Академического и Гагаринского района говорят, а мы отказались от трех станций метро в нашем районе. Это вообще потрясающая история. Бунт населения против строительства метро в их районе. И как бы они это проваливают. Как в этой ситуации может наступить какое-то будущее, если главный запрос населения, не трожьте нас. Идите вы к черту с любыми вашими инновациями, неважно какими. То есть, это большая история действительно на будущее. Как научиться? То есть, население больше не принимает никаких инициатив, идущих от власти и от девелопмента. Потому что они считают, что девелопмент – это та же самая власть, только в коммерческих одеждах. Вообще никаких. И, соответственно, поиск консенсуса в этом направлении – это нам как раз хватит до 35-го года. Ничего, непонятно, что делать. То есть, это просто полная тотальная компрометация старых инструментов градостроительства и развития. А как действовать с новым вовлечением? Я не знаю, у меня есть свой центр вовлечения, я сам специалист вовлечении. Нифига это не работает. Ну, как бы, и это совершенно, то есть, от низовых потребностей населения до формулирования каких-либо осмысленных градостроительных слов, ну, такие дистанции, ну, пятилетние, да, пока ты вот как бы переведешь потребность людей, которые психологическую, которую они высказывают, в что-то осмысленное проходит лет пять. Ну, это вот Гважыч в свое время так написал там, вот посиди в своих набережных челнах пять лет, воспитывай, и постепенно ты сможешь сформулировать осмысленную программу. Вот пять лет, ну, да, отлично работает сегодня. Значит, и у нас так же получается, да, меньше, ну, за год ничего не выходит. Это желание населения, оставьте нас в покое. Желание власти, которое как бы вот как раз у нас развивается и которое мы поем эти песни. Это как раз инновационная экономика в области интернета, в области, то есть мы сейчас разведем потрясающие технологические возможности. Мы будем регистрировать все, кто там, уже мы очень далеко продвинулись в этой регистрации, уже помойные бачки сообщают, насколько они наполнены, лавочки давно ли на них сидели, пешеходные переходы сообщают, сколько через них перешло, камеры встречают людей везде, некоторых уже узнают в лицо и здороваются. Ну, потрясающая картина. Абсолютно не имеющие никакого отношения к жизни этих людей, кроме того, что, ну, так сказать, большой брат наблюдает. Можно сказать, что, в принципе, судьба наша ближайших, именно до 35-го года заключается в том, что эти спальные районы, то есть 70% нашей застройки, останутся ровно в том же состоянии под защитой жителей, которые будут отбросывать любые инициативы, как вмешательство власти в жизнь. И будет развиваться у них страшная свобода в интернете. А власть, в свою очередь, в интернете будет развивать бесконечные системы слежения, так сказать, улучшений и так далее. И как чисто виртуальные продукты, все будет совершенствоваться. Там пойдет такое виртуальное совершенствование, просто, ну, уже мы будем жить в самом лучшем виде. И это наша парадигма до 35-го года, мне кажется, вполне понятная, и ничего здесь не произойдет. Я не знаю, имеет ли смысл из этого вывернутого мира говорить о том, как, собственно, этот город будущего должен развиваться не только у нас, да. Но, в принципе, у меня ощущение, что когда мы смотрим на, ну, например, новые офисы Гугла, ну, вообще на такие прогрессивные сегодняшние районы, то мы обнаруживаем интересную вещь. Они хотят сделать... Значит, вот вся эта парадигма про обмен, она ушла. Мы больше не интересуемся кафе, ресторанами, вот этими вот, значит, ну, как бы вот это вот раение интеллектуального класса по кафе и кофейням. А теперь у нас это все ушло в интернет. В интернете торговля, в интернете доставка продуктов, в интернете образование, в интернете культура, в интернете медицина. Весь обмен ушел в интернет. А единственное, что нас интересует в нашем пространстве, это сообщество, где мы все друг друга очень любим, и оно такое крепкое профессиональное сообщество. И, с другой стороны, единство жилья и работы. Так что вообще возникают здания, в которых лаборатории и жилые квартиры просто в одном здании. И это очень похоже на, ну, как бы сказать, возвращение к нашей идее микрорайона. Просто под другим углом и, так сказать, на новом технологическом уровне, но, в принципе, функциональная наполненность. Если, еще раз повторяю, образование, культура, торговля, медицина ушли в интернет, это просто обратно, здравствуй, наш микрорайон. Потому что никакой проблемы тут нет. И в этом смысле это вообще-то похоже на то же самое, что у нас. Ну, только у нас это как-то приобретает такие несколько фантасмагорические формы. У нас граждане еще протестуют, как бы храм не построили. А Владимир Владимирович ищет возможности, так сказать, цифровой, ну, осуществить национальный проект цифровизации всей страны. Вот. Но, в принципе, это примерно та же самая картинка. Спасибо. Спасибо большое. Максим. Слово вам. Мы не знаем, как выглядит панельный микрорайон, которому сто лет. Берлинский Марцен или Лихтенберг скорее всего доживут до этой даты бодрыми. Меньше ясности про советский район Новосибирска, юбилейный район Иркутска и тысячи подобных. И совсем нет ясности в том, какой город придет на смену модернистскому. Потому что нет ясности, какого рода политика придет на смену в очередной раз уходящему модернизму. И вот если в советское время образ города, его структура и ткань диктовались идеологией и политикой, которую проводило советское государство, теперь мы можем зафиксировать полное отсутствие этой политики, руководящей, направляющей силы в архитектуре. Как нам говорят, пространство определяется экономикой. При этом экономика, с одной стороны, ну, как бы дико капиталистической, с девелоперами, которые гонятся там за наживой, квадратными метрами, а с другой стороны, социально ориентированность государства, убежден на необходимость как можно большего количества доступного жилья, в кавычках. Таким образом, что в большей мере, на ваш взгляд, влияет на образ пространства? Вот идеология, политика, управленческий вектор такой, или все-таки экономика в нашем случае? Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Ну, вот смотрите, мне кажется, что и политика есть, и экономика есть. То есть, просто политика, она своеобразная. Все последние почти уже 30 лет по инерции советской программы развития, все, что связано с жильем, было ориентировано на обеспеченность жильем. И любым властям, региональным, городским, важно было показывать, как они строят новое жилье. При этом делать это нужно было так, чтобы им самим заработать, чтобы родственник-девелопер тоже заработал. И, соответственно, максимально эффективно это отдать землю под жилое строительство и построить большие, высокие дома. И мы получили вокруг большинства городов в России вот такие, еще один пояс многоэтажных, многоэтажных домов, где могло быть что-то другое, если бы была другая политика. Как она могла бы выглядеть, там это неизвестно, ну, там теоретически, там могли бы быть, допустим, малоэтажные, малоэтажная застройка, там теоретически, там могли бы быть кварталы, там с невысокой этажностью. А может быть еще что-то, если бы вот это сочетание, значит, установки на то, чтобы обеспечить жильем, с одной стороны, а с другой стороны, максимально быстро заработать на строительстве и продать побольше однокомнатных и маленьких двухкомнатных квартир. Вот, ну, то есть политика есть, просто она вот так выглядит. Есть, например, политика ведь в чем? Вот Григорий упомянул события в Екатеринбурге. В России строится довольно много храмов новых, а в Москве особенно много. И там же тоже есть, это же возникло, в общем, потому что, как бы, есть запрос, и как-то получилось так, что церковь договорилась с городом, и они вместе, найдя финансирование у госкомпаний и компаний с госучастием в основном, смогли вот сейчас строиться, там, кажется, больше ста храмов храмов в Москве и больше двухсот площадок под них есть. И то, как выглядят эти храмы, ведь, ну, в общем, особенно нигде не обсуждалось. То есть это тоже некоторое, значит, эффективное решение. Вот в ком-то смысле, как те, значит, пояса многоэтажек, до которых не доехать, и где нет детских садов. Также вот эти храмы, они, как бы, там, некоторые из них похожи на византийские, некоторые похожи на русский 17 век, и вот они, как бы, возникают, потому что нужно. А при этом, так как могла бы возникнуть другая политика, мы на самом деле не знаем. То есть я не был таким страшным пессимистом. Григорий просто много общается с молодыми политиками, наверное. Я их вижу только в интернете иногда. И поэтому думаю, что, может быть, теоретически в другой обстановке там было бы больше людей разных, не таких, которые настроены исключительно на просто противодействие государству любой ценой. Потому что, ну, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда, в принципе, вот говорить о будущем можно, конечно, и о технологическом будущем, и, допустим, о градостроительном, но поскольку большинство городов, и Москва в частности, на 70% состоят из разных периодов панельной застройки, и она очень быстро стареет, и с ней происходят разные, значит, изменения, их нужно, значит, реконструировать, чинить, спасать, и очень быстро. Вот есть московское решение с гигантским финансированием, реновация, которая даже, оно при московских возможностях не покрывает, в общем, всего, что есть. и это решение, ну, в общем, всем известно, оно не будем сейчас, но вот оно, как бы, такое, какое есть, да, и это при гигантских, гигантских возможностях Москвы. Но во всех других городах России нет таких возможностей, и, если вспомнить, например, попытки второй российской столицы, культурной, так сказать, столицы России провести программу реновации несколько лет назад, которая была, наверное, больше похожа еще на Лужковский извод, когда они пытались с помощью частных девелоперов то, чтобы какую-то долю частных девелоперов отдавал людям под жилье, это вообще не получилось и практически не было реализовано. У большинства городов просто нет программ, и непонятно, откуда возьмутся деньги. Я просто это к тому, что какое-то включение общества в эти процессы, оно неизбежно. Этот вопрос все равно будет, и сейчас у нас, по сути, реальное, такое реалистическое обсуждение будущего, оно скорее в том, что на самом деле пространства для такого благодушного и такого планирования очень мало, потому что большая часть городов состоит из застройки, которая быстро стареет и все меньше удовлетворяет нужным людей, и они, вероятно, со временем будут все больше это осознавать. И не работая с ними, трудно представить себе, как это можно решать. Опять-таки, потому что далеко не у всех просто есть деньги, вопрос залить это деньгами далеко не все регионы в России смогут. Ну и еще одна дорога в будущее, она связана с, то есть, это первый центр периферии внутри города, вторая, это значит, то, что города одни растут, а другие неизбежно уменьшаются. То есть, как бы, вот эта дорога, по ней можно думать. И опять-таки, совсем без участия граждан трудно представить, как с этим быть, потому что вот пока получается, что растет Москва и еще несколько городов, страна пустеет, и ну, как бы, и растет раздражение, потому что накапливается в одних точках концентрация людей, и, как совершенно правильно сказал Григорий, концентрация людей, у которых нет приложения их гигантским интеллектуальным возможностям, и они их вкладывают в борьбу. Вот, а лучше бы вкладывали во что-то конструктивное. Вот, я на этом останавливаюсь. Спасибо. Татьяна, теперь вопрос к вам. Мы уже с вами не в первый раз это обсуждаем, но тем не менее, вот, в связи с тем, что было сказано и услышано, есть у нас все-таки какие-то условия, в которых возможно формирование полноценной городской экономики. И второй, вопрос или аспект, который я бы попросил вас затронуть. Сейчас много говорится о новых требованиях к современному жилью, и этому посвящены рекомендации, методики, Дом РФ, Минстрой, которые должны способствовать активизации экономики в городах, в жилых территориях. И какие, собственно, основные барьеры вы сейчас видите, и совпадают ли эти барьеры с теми, которые мы уже услышали. Спасибо большое. Во-первых, мне кажется, что 2035 год это очень какой-то короткий горизонт для того, чтобы вообще в этой перспективе можно было наблюдать хоть какие-то заметные изменения. Российские города очень инерционные, и, как, по крайней мере, показывает прошедшая ретроспектива, я имею в виду весь современный рыночный период, там, последние 20 лет, ну, больше 20 лет, когда в стране происходит экономический рост, ну, в нашем случае это по ресурсной модели, тогда начинается просто бурное строительство, которое, на самом деле, не ограничивается вообще ничем. Когда в стране начинается рецессия, значит, это строительство прекращается. Но на следующем витке экономического роста все будет происходить ровно так же, почему? Потому что, на мой взгляд, почему? Потому что пока у нас нет запроса общественного в первую очередь, да, хотя я согласна с тем, что, да, население пытается оградиться и сказать не лезьте к нам, но на самом деле запросы на такую публичную градостроительную политику, в рамках которой будут определены приоритеты и найден какой-то консенсус между горожанами там какого-то конкретного города по тому, как город должен развиваться, такого запроса нет абсолютно. То есть всех все это устраивает, а поскольку нет сформированной артикулированной градостроительной политики ни в одном практически городе, ну, понятно, что везде все различается, все-таки какая-то дифференциация между нашими городами есть, но не очень высокая, пока нет такого запроса на артикулированную градостроительную политику, четкую, ясную, понятную, хоть на какой-то, не знаю, небольшой горизонт 15-20 лет, а до этого все будет развиваться довольно хаотично. Вообще, российские города, если сравнивать по жесткости градостроительного регулирования, вообще по полноте градостроительного регулирования, это практически самые либеральные в мире, но я, конечно, не беру там совсем третий какой-нибудь мир, страны третьего мира, где, в общем-то, сфера недвижимости, преобладающая свои части находятся в неформальном секторе экономики. А мы рассчитывали несколько таких индексов, чтобы сравнить 17 российских агломераций населения, более миллиона, сравнить их по содержанию градостроительной политики, по степени их вообще ясности, ограничительности или неограничительности. И вывод состоит в том, что мы, несмотря на то, что градкодекс приняли и он прописывает, что, в общем-то, базовые вещи должны определяться в документах в ПЗЗ в генеральном плане. Каждый город должен иметь как минимум предельные параметры застройки, этажности, размеры земельных участков. Но этого нет нигде. Сейчас Москва явно заявила в ПЗЗ, что мы будем делать сущий пол, а все остальные просто этого не объявляли. Мы сделали практически то же самое. Поэтому тема какого-то проектирования какого-то будущего, она у нас просто отсутствует в повестке. Она отсутствует и в повестке государственной федеральной политики, потому что сейчас, если мы посмотрим госпрограмму, национальный проект, жилье-городская среда и все остальное, что там делает сейчас Минстрой, но там нет ни одной меры, абсолютно направленной на то, что вы называете активизацию городской экономики. Просто ни одной. Вообще все, что мы обсуждаем, это тема публичного паблик менеджмента. Город это в большой степени такой объект, подвергающийся существенному государственному вмешательству. Если говорить о ситуациях, когда пытаются через управление пространством как-то влиять на экономику. У нас даже Москва, как самый развитый мегаполис, крупнейший, в упор не видит абсолютно самых базовых азбучных вещей, которые необходимо делать в городском пространстве для того, чтобы стимулировать какие-то новые экономические отношения. Мой любимый пример это арендное жилье. Это нам не нужно совершенно. И до тех пор, пока мы не уткнемся, что у нас рынок труда вообще не будет дальше развиваться в Москве из-за того, что у нас нет нормальных жилищных условий и нормальной дифференциации жилищных форматов, которая соответствовала бы запросам сегментированного рынка труда, вот мы тогда ничего не поймем. То есть все должно происходить в условиях естественного эксперимента. Или пока мы еще больше не обрушим цены на недвижимость в Москве, мы не остановимся в расширении метрополитена на периферию московской агломерации. Или я не знаю, что должно произойти для того, чтобы мы наконец посмотрели на объект управления как московская агломерация. Вот, опять же, мой любимый пример, когда Москва, я уже про него рассказывала, когда Москва инвестирует бюджетные средства в течение последних пяти-шести лет уже несколько триллионов рублей в развитие транспортной инфраструктуры, деньги абсолютно даже несопоставимые в процентном соотношении с экономикой города. Это очень большие ресурсы. В результате получая даже не стабильные цены на жилье, а снижение цены на жилье, это же абсолютно противоположный эффект. Такой экономический эффект, это очень серьезная история. Надо же это проанализировать, надо понять, почему это произошло. Произошло, но тоже какой-то ясный, да, в студенческом учебнике написано, понятно, почему. Развиваем инфраструктуру, создаем новое привлекательное для девелопмента территорию на периферии агломерации, соответственно, увеличиваем предложение в наших российских условиях массового типового жилья, снижаем цены, где? Ну, на рынке, а рынок у нас какой? Рынок у нас административной границы не имеет, рынок это московская агломерация, соответственно, через вот этот рыночный механизм под названием ценообразование на рынке недвижимости, мы все равно получаем по голове, мы все равно эффект будет, мы же не в плановой экономике находимся, вот до тех пор, пока будет происходить игнорирование одной простой вещи, что мы перешли уже к рыночным отношениям, этот переход уже состоялся давным-давно, в 92-м году, мы к ним перешли уже, и что сфера недвижимости и город, и пространство, все это уже является предметом рыночных отношений, в том числе, вот пока мы это не поймем, я думаю, что вряд ли можно будет увидеть какие-то позитивные изменения, то же самое касается вообще капитализации наших городов, мы не создаем ни одного стимула для того, чтобы собственники недвижимости сами были заинтересованы в поддержании ее ликвидности и ее стоимости, ведь наш жилищный фонд любимый, состоящий на 70% из многоквартирных домов, в целом по стране на 30% из индивидуальных домов, а эти многоквартирные дома, это все кондоминиумы, то есть самая неэффективная форма управления жилой недвижимостью, которая в мире абсолютно, она очень редко встречается, особенно в развитых странах с развитой экономикой, почему, потому что управлять всем этим хозяйством невозможно, когда 500 квартир в доме, ну что это, ну это естественно, всегда будет проблема фрирайдеров, всегда будет проблема безбелезника, никто не хочет, ну это я выражаюсь микроэкономической терминологией, никто никогда не хочет принимать никаких решений, и вплоть до того, что вот уже в России, да, такой вот закон принят и действует несколько лет о взносах на капитальный ремонт, люди уже накопили деньги на своих счетах, особенно дома, вот у которых специальные счета свои индивидуальные, и все равно процесс не запускается, все равно не принимаются решения об этом и в капитальном ремонте все равно ничего не происходит. Это же тоже очевидная вещь, это вызов, это очень серьезный вызов, что российские города покрыты вот такими кондоминиумами, и мы будем до бесконечности заниматься патерналистской политикой, да, вот государственной программой реновации, или государственно централизованным капитальным ремонтом многоквартирных домов, если да, то есть вполне возможно да, потому что всех устраивает, и всем нравится, если да, то я не совсем понимаю, откуда вообще возьмется сама даже теоретическая возможность какой-то трансформации наших городов, или тоже феномен, да, уникальный, на мой взгляд, это апартаменты, уникальный феномен, то есть в городах, в крупнейших, да, в центрах городов, в несоответствии вообще с правилами землепользования, застройки, на общественно-деловых территориях, вдруг появляются объекты абсолютно по закону не предназначенные для использования для жилых целей, они в рынке, их покупают, на них выдают, продолжают разрешение на строительство, и это все абсолютно все наблюдают, и всех все это устраивает, но какая градостроительная политика? Градостроительная политика это регулирование землепользования и застройки, никому это не надо, то есть у нас градостроительная политика, вот уже завершая, время, наверное, вышло, она скорее какая-то, ну не знаю, конъюнктурная и совершенно не ставящая перед собой цели хоть какой-то, ну хоть каких-то качественных изменений, и поэтому, я имею в виду в городах, все-таки градостроительная политика, она не может быть национальной, да, это вот тоже еще один миф, это нам пытаются ее таким образом навязывать все годы развития рыночных отношений, да, отсюда эти миллионы квадратных метров, которые тоже, тоже космические совершенно какой-то показатель, но это очень устойчивая какая-то тенденция, поэтому мне кажется, что здесь, конечно, никакая экономика пока не является целью градостроительного развития, для самих субъектов этих рыночных отношений нет стимулов и нет интересов развития городского пространства в пределах своих, например, земельных участков или своей недвижимости под какие-то новые задачи экономического развития, и поэтому вот сама дискуссия, она выглядит достаточно нелепой в таких условиях, то есть она очень теоретизированная, ну вот что будет, поэтому мне кажется, что у нас даже научно-технологическая там революция и все эти вот эти процессы, которые в мировой экономике, конечно, происходят, они, ну вот к нашим городам скорее не совсем будут иметь отношения, потому что российские города это, ну, скорее продукт вот каких-то самых либеральных в мире рыночных взаимоотношений без какого-либо там артикуляции. Последнее только слово скажу просто свежее, да, вот сейчас ко второму чтению готовятся поправки в градостроительный кодекс, которые будут еще дальше легитимизировать отъем частной собственности абсолютно без оснований любой, хоть на улице Тверской в городе Москве, просто по основаниям изменения градостроительного регламента. Вот внесут в ПЗЗ в Москве, что теперь на Тверской вместо квартир хотим видеть офисные здания, например. Все, это будет легальное законное основание для изъятия всех тех квартир в прекрасных домах на улице Тверской. Абсолютно. Это кого-то интересует? Это колоссально. То есть самые базовые основы рынка недвижимости подрываются. Не то, что там мы говорим про какую-то инновационную пространственную среду. И сейчас они примут этот закон, я думаю, до конца весенней сессии. Сейчас не происходит даже ни одного обсуждения по этому поводу. А это очень серьезные вещи. А все остальное это уже детали. Такие мелочи даже неинтересно обсуждать. Да. Андрей Владимирович, вам придется возвращать из, так сказать, катарсиса нашу дискуссию. Я могу вам одно сказать, что вообще интерес к будущему возникает, как правило, в ситуации, мне так кажется, когда настоящее не вызывает особых симпатий и надежд. И тогда, в общем, наша мысль начинает, так сказать, искать какие-то другие утешения. Мне представляется, что, в общем, беда наша в том, что мы плохо себе представляем, что вокруг нас происходит на самом деле. Это касается и общества, и власти, и кого угодно, и бизнеса. Не знаем город, не понимаем город. Мы разучились, в общем, внимательно как-то его рассматривать, любить его изучились, понимать, чувствовать и так далее. У нас нет науки, она уничтожена практически, городская наука. Этот вакуум заполняется всяким мусором, очевидным совершенно мусором. Самые, вообще, низкопробные дряни и очень многими заимствованиями, причем заимствованиями такими очень характерными. Мы что-то переводим, что нам нравится, мы как-то так адаптируем, а все, что нам не нравится, мы как-то и не слышим, и не понимаем. Тем более, в общем, неясно, что нас действительно ожидает в будущем. Вот даже те картины, которые вам сейчас были нарисованы, они, на мой взгляд, имеют малое общество, в общем-то, с реальной действительностью. И явно свидетельствуют о том, что мы плохо понимаем город, просто реальные процессы в нем происходящие, его пространство, как оно устроено и так далее. Это не просто так. Да, мы не видим даже окружающий мир, мы его не в состоянии критично оценивать. Мы все время говорим об этих больших городах, как о чем-то, в общем, замечательном, не понимая, что эти города разные. У нас есть 40-миллионный Мехико, у нас есть Лагос какой-то страшный, есть Джакарта, про которую я говорю, есть страшный Сан-Паулос, с трущобами и прочее. И почему-то там не возникает всех этих инноваций и не рождается, в общем, какой-то новой цивилизации. И вообще понять, Москва это что? Это все-таки Лос-Анджелес или это, может быть, что-то еще? И давайте мы, может, не будем так заранее заранее полагать, что большой город или тем более агломерация это есть заведомое благо. Вообще мы не знаем, что такое агломерация, мы плохо себе представляем, что такое мегаполис, мегалополис. Сейчас тут полная беда, потому что книжек не читаем, какие-то слова произносим и даже не пытаемся ввести некоторые понятия. Самое удивительное, что когда еще вот мы здесь там что-то говорим, ну это куда не шло, но когда эти понятия там среда, агломерация и прочее, попадают в документы, серьезные там, да, правительственные, серьезные документы, и люди не удосуживаются как-то объяснить вообще, что они имеют, какой смысл вкладывают. Это уже совсем худо и совсем тяжело. Это признак, да, это признак очевидного совершенно упадка, с которым мы как-то должны мириться, осознать это и понять, что надо делать. 70 лет вообще страна жила неестественной жизнью, и города жили крайне неестественной жизнью. Да, мы подряд пытались реализовать три разные утопические модели, и, в общем, под конец мы все-таки, да, сломали, наконец, в общем, вот эти, так сказать, какие-то естественные ростки и проявления чего-то человеческого, где-то приблизительно 70-х годов, с конца и где-то 80-х годов, вот этот период развитого, так называемого, социализма или застой, или как угодно, значит, они, наконец, полностью деформировали, в общем, все наше пространство, всю ткань, да, и саморешительным образом создали отличное от всего того, что где-то существует, где-то все, что складывалось, скажем, до 17-го года и нечто такое, с чем вообще непонятно, что делать и как дальше жить. Это чрезвычайная проблема, вот все то, что было создано, условно говоря, там с 55-го по настоящее время, это реальная проблема, да, вот этот дикий массив совершенно этого железобетона, построенного непонятно как, непонятно где, непонятно кому принадлежащего, и вот что с этим делать, это действительно, это действительно, в общем, та задача, которую предстоит решать. И утопия, она не только носила социальный характер, вообще социальный компонент, социальное наполнение, социальное содержание ее, она, как вы понимаете, была полностью выморочена где-то там в середине 80-х, а может быть, даже раньше, это было, было строительство, это была реализация некой пространственной, прежде всего, модели, пространственного представления, назывался там, не знаю, микрорайоном, новым городом, еще как-то, социального содержания там не было никакого, ни высокого, ни низкого, да, вот, было такое тело без души замечательное, и это тело без души продолжает существовать, продолжает нашу жизнь, так сказать, определять во многом, во многом деформировать, и самое, пожалуй, самое, пожалуй, печальное то, что именно эта модель, без каких бы то ни было, так сказать, смысловых и сущностных ее характеристик, она замечательным образом сейчас продолжает реализовываться. Вот здесь правильно все договорилось, что у нас есть какая-то вымышленная политика, есть какие-то слова, есть реальная политика, латентная политика, невидимая абсолютно, совершенно жесточайшим образом осуществляемая, вот Татьяна сказала о том, что да, сейчас поправки в Градкодекс будут, это проявление вот этой политики, это политика, которая, в общем, диктуется, ну, десяткам, наверное, крупных застройщиков, девелоперов, которые, в общем, очень комфортно, так сказать, срослись с властью, и они делают все то, что им кажется правильным, им кажется правильным, именно поэтому им не нужно это арендное жилье или какое-то там, а если оно нужно, это арендное жилье, или это называется, сейчас я извиняюсь, там, как это, как это, апарт-отель, апарт-отель, до апартаментов, во-первых, они продаются, эти самые апартаменты, здесь мысль в том, что не надо детских садов, школы, дорог и всего остального, и прочего, и прочего, да. Андрей Владимирович, а тем не менее, как сказать, у нашего пространства шанс есть? Да, есть, конечно. В горизонте через 15 лет. Войдем ли мы в эту новую, так сказать, экономику с новым пространством? Простую, простую тайну хотим Григорий. Или нас все-таки ожидают столетние микрорайоны, украшены гаджетами умного города? Да, именно так. Именно так и будет. Вы знаете, сколько это, 15 лет, до 35-го года приблизительно. Ну давайте мы 15 лет назад отсчитаем, там 4-й, 5-й год будет. Ну что, что-то сильно поменялось. Я думаю, Андрей Леонидович, было прекрасно в эти годы. Нет? Да. Или это мне повезло? Мы действительно полностью игнорируем реально происходящий процесс. А реально происходящий процесс это приблизительно половина Вадимова жилья, это так называемый ИЖС. ИЖС, это, в общем, это хаотичный такой самострой. Совершенно чудовищные эти пригороды, которые окружают сегодня каждый большой город. Это половина, повторяю, практически Вадимова сейчас жилья, которое делается не благодаря, а вопреки. Причем все эти симпатичные люди, которые сидят в Минстру, они говорят, у нас есть индустриальное жилье, а есть у нас ИЖС. И когда им объясняют, что вообще никто в мире не индустриально уже давным-давно не строит, они делают и веленые глаза и говорят, ну как же вот у нас. Ну это действительно так, да? Но если бы это жилье было бы индустриальным, если бы оно стоило бы дешевле, если оно было бы организованным, то поверьте, наверное, мы строили бы тогда не 120 эти миллионов, а стоили бы 300 миллионов, столько, сколько нам нужно строить. Вообще Россия холодная страна. Понимаете, вообще мы даже не понимаем, что там три четверти того пространства, которое нам принадлежит, оно в принципе непригодно для постоянного пребывания, это что-то другое, и надо как-то с этим другим тоже поступать и как-то жить. И уж мест для агломерации мегаполисов и мегалополисов и всего остального там явно нет. А что касается вот того, почему возникают эти народные волнения, просто мы не понимаем суть и сущности городов, как они устроены. А в этих городах, оказывается, просто есть два слоя абсолютно разных. Это есть тот слой, который населен, условно говоря, соседствами, общинами, муниципальными пространствами, принадлежат к муниципалитетам, и там люди не хотят действительно изменения, не хотят быть там хозяевами, они правы совершенно. И есть второй слой, это такой инфраструктурный каркас, это коридоры, которые должны быть полностью отделены от всего этого, по которым должна идти коммуникация, по которым должна течь эта кровь, информация, не знаю, и все остальное. И там должны действовать абсолютно законы другие. И вот там действительно под эти нужды и во Франции, в Америке, и где угодно, и в Китае, и в Японии существует механизм изъятия этих земель в интересах общественных благ, а не в интересах двух-трех застройщиков. И когда строился периферик, о котором любит Илья рассказывать, в Париже, и когда строились эти коридоры вдоль Гудзона, из Тривер, в Нью-Йорке и так далее, и так далее, там это все шло, и никакие эти муниципалитеты не возникали, ничего. Но в пространстве муниципалитета никогда эта власть не залезала, никогда бизнес не лез. Это святое, это их. Но в том-то и дело, что у нас все перемешано, значит, нет зонинга, нет закона, нет, естественно, культуры, нет традиций и всего остального. И вообще надо понять, что городов нету, нету городов больше, понимаете. Города – это некоторое, так сказать, состояние 19 века, начало 20 века. Сегодня люди, даже мы живем, мы живем не в городе, мы живем в том, что, в общем, когда-то называлось, не знаю, системой расселения. У нас есть дача, мы начинаем жить в одном месте, переезжаем в другое и так далее, и так далее. И весь мир устроен таким образом. И Евросоюз, и Китай современный, и Восточный побережье, и Западный побережье США – это система расселения, в которых люди легко и свободно достаточно перемещаются, где существует рынок жилья достаточно развитый, позволяющий выбирать себе такое жилье, такое жилье и прочее, и прочее. К сожалению, вот мы всего этого пока лишены, но я полагаю, что условием какого-то выздоровления становится прежде всего понимание, понимание тех людей, которые в состоянии думать, размышлять, читать книжки, интересоваться этим и влиять каким-то образом на власть, которая принимает решение. Хорошо, Андрей Вадимович, спасибо. Но вот быстро вспоминая Глазачева, тот говорил, что слободизация даже исторических городов именно в наших условиях достигла как бы своего апогея, и у нас поэтому нет городов в России, потому что они слободизированы, как бы. Ну, Америка тоже слободизирована, и Европа тоже слободизирована, и Китай слободизирован, понимаете? Хорошо. Итак, значит, есть возможность услышать реакцию наших уважаемых экспертов, и первое, хотел бы предоставить слово Максиму Яниновичу Первому. Спасибо. Но после таких печальных, так сказать, некрологов городам, говорить довольно сложно, поэтому я буду постараться краткой тезисом. Итак, Россия в 35-м году. Города и системы расселения есть производные от экономической модели. Если экономическая модель не изменится, то не изменятся и города. Более того, они меняются медленно. У нас была экономическая модель догоняющая индустриализацию второй промышленной революции. Под нее страну переделали. Понятно, что это в основном осталось на месте, так сказать, в виде микрорайонов, панелек и так далее. Вообще, система расселения штука очень инерционная. Сейчас у нас модель моносырьевая, арендная. В этой модели участвуют непосредственно не более 15% населенных пунктов. Остальные для этой модели не нужны. Они не производят торгуемых товаров. Они производят неторгуемые товары типа услуги в парикмахерской и там местного строительства. Значит, при неизменности этой модели города будут развиваться в том тренде, который сегодня. А именно, как центр потребления. Это означает концентрацию населения в наиболее крупных городах, где спектр потребления гораздо выше. И никакими призывами это остановить не удастся. Сегодня 70% малых городов, если сравнить с пациентами, находятся на аппарате искусственного дыхания или искусственной вентиляции легких. Они в экономике не нужны. Они живут только за счет того, что там есть ряд государственных и муниципальных служащих и есть люди, которые их обслуживают. Города ничего не производят, кроме вторичного продукта. Еще раз говорю, нравится вам это, не нравится, в этой экономической модели ничего другого не будет. Поэтому, говоря о перспективе 15 лет, имеет смысл рассказать о переменах отечественной и госостроительской только в смысле переменной экономической модели. Или в крайнем случае вдруг появится государственная и госостроительная политика, которой последние 25 лет не было. И даже какие-то попытки ее выстроить в виде стратегии пространственного развития пока что, в общем, очевидно, не стоит той бумаги, на которой эти документы напечатаны. Поэтому, может быть, в послании президента прошлогоднее был призыв обратить внимание на города, но это, в общем, пока только призыв. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Александр Виноградов, Ницинская экономика, старший аналитик. Дорогие коллеги, я хотел бы, на самом деле, докинуть пару копеек вот сюда, вот сюда, вот сюда. И все это связано, разумеется, с экономикой. Собственно говоря, первое, главное основное суждение. Здесь в самом начале говорилось очень многое. Кирилл упоминал, Евгений упоминал инновационную экономику. А что это такое, откуда оно возьмется? Я вот этого в упор на самом деле не понимаю. У нас сейчас в России, как Максим совершенно верно сказал, монокультурная и ретная экономика. За прошлый год, по данным Федеральной таможенной службы, мы продали, нефть составляла 58% российского экспорта. Если давать сюда всякий газ, уголь, прочие продукты первого передела, таблиц у меня сейчас с собой нету, а наизусть я не помню, к сожалению. Если я не постоянно читаю. Мы получим то, что, в общем говоря, российская экономика критически от нее зависит. Эти деньги поступают в страну, трансформируются здесь при помощи курсового механизма и при помощи механизма уже фискально-бюджетного разбегаются по всей стране. И вот так вот на этом у нас, в общем-то, государство российское и живет, за исключением мегагородов типа Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других. В чем заключается проблема? Евгений здесь совершенно справедливо упоминал про электромобилизацию. Я несколько не согласен с высказанными им оценки относительно скорости электромобилизации. То есть там, например, полный запрет использования неэлектромобилей это Шотландия, это 2030 год. Там все остальные, там Голландия, по-моему, 32-й, Англия, Франция 2040-й и так далее. Но это в данном случае не важно. Тренд есть тренд. Это будет, это уже идет, снижение потребления нефти из-за присутствия на наших дорогах электромобилей уже есть. К чему я понятное дело веду? К тому, что мировое потребление нефти будет, я считаю, на уже обозримом промежутке выходить на плату, а затем снижаться. К чему это приведет? Естественно, к резкому падению цены на эту самую бочку. Ну, представьте себе, там, 25 баксов за баррель, да, и это навсегда. Здравствуйте, 90-е годы. Вот такая у нас в России, при текущем, собственно говоря, тренде, предполагается экономика 2035-й год. Вот, вот это, на самом деле, фундаментальная проблема, потому что именно от этого, совершенно верно, как сказал Максим, от экономической модели, от количества денег, которые есть в нашей экономической системе, будет зависеть, собственно, и градостроительная политика, и то, как будут строиться города, и так далее, и тому подобное. Собственно, и мне хотелось бы также ответить на вопрос Татьяны Полиде, она высказывала удивление, почему не дорожают дома, несмотря на то, что им подводится инфраструктура. По моему мнению, ответ заключается в том, что у нас уже шестой год идет падение реальных доходов в населении. У людей нет денег, как сказал нам Дмитрий Медведев, там, нам приходится держаться, и вот, собственно, вот. Инновации, господа, 10 лет назад, Дмитрий Анатольевич Медведев, это прекрасно, Владимир Владимирович Путин, сколько они тогда вокруг инноваций говорили, вещали, то, что мы там будем этим заниматься, мы будем это все развивать, и так далее, и тому подобное. 15 лет назад, и даже чуть больше, нанотехнологии. Кто сейчас помнит про нанотехнологии? Не, ну я помню. Все, это идея стухла, и так далее. Мы можем многое радостно с песнями, с плясками, с бубнами, звонками хайповать вокруг тех очередных предполагаемых нами инноваций, ну там, я не знаю, та же Бигдата, там блокчейны, но это все в целом, боюсь, окажется ерундой. Вот экономическая модель, вот она вот так вот будет трансформироваться, и вот эту вот экономическую рамку при обсуждении вопросов расселения градостроительства, надо иметь в виду, потому что вот оно, та самая одежка, по которой хочешь не хочешь, придется протягивать ножки. Спасибо. Так, и прогноз. Уж тогда. Не решение. Да. А у меня нет решения. Но... Вот в чем проблема. Буквально два слова, да, потому что... Я за Левухин, я за Проджик. Нет, действительно, но очевидно совершенно, что пространство следует за экономикой, это все, ну, как бы, понятные вещи такие. Ну, Илья-то, но вы-то... Секундочку, да. Ну, ладно, Ани. Секундочку, можно я скажу, да. И поэтому, если мы не поменяем, собственно... Ну, вот вы сказали, что в 91-й год, да, и в 91-м году, когда не стоило, там, не знаю, сколько, 25, или сколько она стоила, действительно, и дальше у нас был поставлен акцент на то, что люди должны заниматься делом, они начали заниматься бизнесом, и как бы, в принципе, из этого выросло некое то, о том сейчас скучают архитекты, говорят, вот, в 2005-м году вот столько всего строилось, и так далее. А сегодня, когда, собственно, убит весь бизнес, убит, собственно, вся экономическая политика, конкретного человека, который, ну, не понимает, где ему взять кредит, ему ничего никто не дает делать, ничего нельзя, можно только делать государству, собственно, ну, как бы, понятно, а государство не сможет вытянуть города, да, невозможно построить эти потемкинские деревни, правильно? Это тоже очевидная вещь. Поэтому выход один, мы должны совершенно очевидно сказать про новую экономическую политику, сказать про то, что мы должны обратить внимание на человека, мы должны понять, как ему выдать кредиты, особенно в малых городах, это видно, вот я вчера был в Пятигорске, и просто я у людей спрашиваю, говорят, да мы готовы, вот санаторий сделать, у нас денег нет, я говорю, ну, во всем мире тоже денег нет, но они идут, по 3% им дают кредиты, поэтому вот эти госбанки, которые сейчас создаются, по 2-1,5, да, вот в ЭБРФ, да, сейчас создан банк, вот если бы он выдавал кредиты в городах под понятные программы людям, пятигорские, под санаторий, под какие-то небольшие проекты и так далее, люди бы создавали свои рабочие места. Русские, ну, россияне, да, люди, которые живут на этой территории, они могут работать, они ничем не отличаются от тех же китайцев, я считаю, да, им просто реально пока это не дают делать, им никто не собирается выдавать кредиты, им никто не разрешает ничего вообще делать в своем городе, все как бы решает власть, причем еще как бы сверху, не видя вообще там этого города, где он находится, поэтому вот пока мы не поменяем эту всю политику, не посмотрим, не сделаем новый лозунг, там, я не знаю, окей, сильная власть, сильный бизнес, да, ничего не появится, сейчас у нас сильная власть, окей, сильная, как бы, Росгвардия, там нефть у нас 65 или 75, но она будет стоить 25, и надо как бы это уже прогнозировать, и что тогда будет, когда все население, в принципе, нищие, никто ничего не может покупать, они там ходят по этому благоустройству и не могут даже мороженое купить, я просто говорю о том, что должна быть совершенно другая ориентация, не на государство, а на человека, вот и все, и тогда из этого вытекнет пространственное развитие, давайте немножко шире возьмем, а сейчас у нас застой, Андрей Леонидович, не сделав, я согласен с главным вообще, с главным высказыванием Ильи, и, по-моему, самое существенное, на что мы совершенно уже скоро 30 лет не обращаем никакого внимания, это на права и на частную собственность, и вот этот вот, как бы опустошенный человек, у которого ничего нет, кроме жилья, которое ему дали в пятиэтажке, в девятиэтажке, где угодно, которое уже состарилось, и сейчас рассыпается, и непонятно, как этим пользоваться, потому что это общий дом, и как это можно поделить, и как это можно развивать дальше, так вот, это все следствие того, что никак не развивается гражданин, вообще его права, и в частности, фундаментальная основа, это частная собственность, никак, мало того, государство принимает, вот сейчас Татьяна сказала о том, что готовится закон, что вообще это могут что-то, ну, просто отобрать и все, и это уже происходит сегодня, например, я сам участник такого процесса, когда на территорию возле Поленова, где мы когда-то там 15 лет назад купили, купили дачный участок, теперь там просто приказом, незаконом, приказом Минкульта, положено ограничение, запрещающее строительство, то есть капитализация моего участка превратилась в ноль, то есть здесь и вокруг ничего нельзя строить, там были коттеджные поселки, которые развивались, или которые опять лег этот приказ, и это вопиющее просто, ну, беспредел практически, по, это переворот в понимании, что, права, что приказ Минкульта запрещает использование земли, которая имеет абсолютно легитимные документы и так далее, то есть государство в своих усилиях направлено абсолютно против этого нормального развития, и я считаю, что это путь вообще тупиковый, потому что государство, которое должно заниматься инфраструктурой, и всячески способствовать развитию именно гражданина и личности, оно делает все наоборот, так бизнес это производная, это производная частная инициатива, и если вспомнить все НЭПы, ну, я имею ввиду НЭП не там конца, не середины 20-х годов только. Новая экономическая политика. Любая новая экономическая политика, там, не знаю, реформа Столыпина, реформа Александра Третьего и так далее, она все, реформа Екатерининская, вот в том числе и реформа государственная, ну, губернтская реформа, все эти реформы основывались на, как раз на, придание особых прав и полномочий и именно гражданина. Вот этот фактор гражданского общества, и этот самый главный критерий, он вообще стерт из нашей повестки, как говорят. И это мне очень, как бы, странно, все остальные производные этой дискуссии, если нет базы, если ячейка общества никак не развивается, и никакой перспективы не видит в этом обществе, 15 лет, 30 и так далее, а продолжает оставаться еждивенцем, который ни за что не отвечает, и мы прекрасно знаем, я знаю, что в нашем ТСЖ тоже никто ни за что не хочет отвечать, не хотят оформить участок в нашем доме, в собственность ТСЖ, потому что надо платить. То есть, мировоззрение еждивенца, мировоззрение раба, оно настолько глубоко укоренилось, что просто у меня очень плохие прогнозы. И это уже мы выходим в какую-то другую плоскость вообще рассуждения, из градостроительства, просто в обсуждение социальных проблем. Павел Владимирович Малиновский, философ, методолог. Знаете, у меня очень такая интересная ситуация. Мы тут с коллегами проводили 11-12 что-то, то ли ОДИ, то ли ОДС, посвященное памяти пространственного развития. В это время как раз ночью строили заборчик в известном месте на берегу известной речки известного города Ебурга. Понимаете, я сейчас вот пристально слежу за процессом, который практически реализует ну вот этот вот переход, от которого только что предыдущий оратор сказал, что на это надо смотреть по-другому, не экономически, не социально, а цивилизационно. Понимаете, даже многие президенты понимают, что человечество, глобальная цивилизация выступила в стадию интенсивной институциональной перестройки. Так красиво говорится. Институциональная перестройка происходит не по принципу прецедентного права или еще какого бы то ни было, там, подземного, заземного и так далее. Оно происходит по принципу инцидентного правоустановления. И у вас, собственно, вот этот вот инцидент, в окрестностях известной речки, известного города Ебурга, это есть линия перегиба, на мой взгляд, в той теме, которую мы обсуждаем. Понимаете, я могу вам добавить очень страшную деталь, ну, как человек, который имеет отношение к системе высшего образования. Сейчас приходят в систему высшего образования люди, которые вообще не способны понять ни одни понятия. они закончили полностью ЕГО-образное образование. И как шутят преподаватели математического анализа, им приходит спермат-анализ объяснять без цифр и формул. И это... О! Наконец-ки вы поняли, что эпоха, когда люди жили по понятиям, закончилась. Пришли новые поколения, которые не способны жить по понятиям. И мы теперь с этими поколениями... И это и будет та самая линия перегиба цивилизационного, когда все наши безумные, я согласен с академиком, никто не понимает, что пишет. Если кто-то знает, что в 2015 году предыдущий состав Государственной Думы издал секретный рескрипт, которому никто не имеет права вводить в формулировке ни одного понятия под законный акт, потому что никто понятия не имеет, кроме Государственной Думы. Я не знаю, как новый состав, но он, по-моему, продолжает действовать в той же линии. То есть мы уже начали вот эту вот линию полной концентрации понятийного мышления на уровне Государственной Думы и дальше. Приходит новое поколение, которое понятийно мыслить не могут. Как с ними работать? Только вводя действия, практическим исследованием действиям новые нормы жизни. Понимаете, старый спор о соотношении легитимности и легальности решается сейчас на уровне Ебурга. Потому что все кричат о легальности того, что у нас законы приняты, мы приняли постановление, да, там Минкульт издал еще, РПЦ, все проголосовали. Но, к сожалению, легитимности ни одно из этих решений не имеет. И это и есть тот самый признак того, что нам пора подумать о том, какую мы цивилизацию строим. Тот разговор, который мы начали вечером, я думаю, что он приобретает практический характер. Ну, то есть, пока мы не построим внятную, ну, наподобие каких-нибудь там индийских штатов, ну, какой-нибудь Китая, внятную модель, какую мы цивилизацию строим, все разговоры о так называемом пространственном развитии, поскольку пространство, суть, только лишь метрика цивилизации, которую мы строим. Не более того, простите, коллеги. Я верю Декарту, но Декарт уже устарел, к сожалению. Поэтому давайте начнем всерьез. Ну, я согласен, что надо знать, с чего у них происходит. И неплохо бы знать, что происходит у нас. Но, к сожалению, временно фундаментальные и практические исследования закончились. Время действовать наступило. Начнем с себя. Спасибо большое. Александр, я думаю, что вы сейчас кратко подытожите выступление. А, давайте тогда передадим слово Евгению. А, извините, Лев Ароныч, только очень коротко. Простите, что я забыл. Собственно, мне уже говорить особо нечего. Все уже все сказали, все очень правильно. Единственное, вот что, о чем мы, мне кажется, слегка упустили. Во-первых, время действовать. Павел Владимирович очень хорошо в конце это упомянул. И мне кажется, вот еще что, время действовать нам. Во всем том, что нас не устраивает, как сказать, акторами являемся мы. Те самые градостроительные инциденты, которые нам необходимы, это градостроительные проекты, архитектурные проекты. То, о чем говорили уважаемые спикеры, о том, что власти или люди, замещающие вот эти самые должности, проваливают проекты, говорят о том, что современное, так сказать, то, что предлагается там на рынке, я не знаю где, это плохие проекты. Надо об этом честно сказать. Это директорская архитектура, с которой действительно надо заканчивать. Архитектура должна быть талантливой, ее должны делать талантливые люди на конкурсной ли основе, на публичной основе. все это нам предстоит, причем раскачиваться особо нечего. Это еще Владимир Владимирович говорил, извините за цитату, я тут ни при чем, просто это действительно так. Спасибо. Буквально пару слов. На самом деле, еще раз признателен за дискуссию, она очень интересна. Сразу, как дисплеймер, еще раз, я не про города, я про технологии, поэтому для меня очень интересная дискуссия. Я о том еще не думал сразу, но сейчас это видно со всей стороны, со всей очевидностью, что действительно градостроительная политика и дискуссия вокруг нее, это действительно такое очень наглядное, немножко инертное, медленное, но отображение такого очень тяжелого диалога о рефлексии, такой тяжелой медленной рефлексии на происходящие и технологические, и экономические изменения, которые в мире со стороны общества. И в этом смысле вот эта вот тема конфликтов людей вокруг городских ситуаций, тема права относительно городских устройств, городского устройства, это все очень такой медленный, инертный, но в силу массивности этого процесса очень болезненный и яркий пример того, что мир меняется, в него надо как-то вписываться. Мои мысли, мои идеи здесь только относительно того, что, может быть, я не знаю, как это превращать в политику градостроительную, но я понимаю, что вот на эту чашу весов надо накидать еще много тем для размышлений. Ну вот, к примеру, я упоминал электромобили, и опять же, я говорил о прекращении выпуска электромобилей, а не об их запрете, естественно, это произойдет раньше, понятно, да? Вот, точно так же происходит тенденция, например, отказа от владения автомобилем в пользу шеринга автомобилей и сервисов автомобильных, то есть резкое изменение и мобильности, и доступности, и вообще принципа организации города. Потом, в целом, когда я говорил о том, что города становятся более агломеративными, я имел в виду только то, что города становятся более емкими, вернее так, качество городов меняется с целью стать привлекательными для талантов. Здесь очень наглядный кейс Манчестера, который очень резко сократил население, потом довольно неплохо отросли, то же самое происходит сейчас в Бейнховене. Да, и вот эта вот трансформация города из города промышленного, где были заводы, вокруг заводов жило население, и все это было очень так локально организовано, потом эти заводы перестали существовать, но на их месте возникла совершенно новая среда, где креативная, стартаперская, и город пришлось переустраивать. Это такая, в каком смысле, рефлексия. Поэтому я не очень верю в конструктивную политику, что можно запланировать эти трансформации, потому что мы не знаем, это очень неуправляемый процесс, но с моей точки зрения крайне важно повышать уровень адаптивности, то есть как раз-таки делать возможность трансформации с учетом общественности, и с пониманием общественности, и с участием общественности более быстро и живой, то есть чтобы это не было придуманными в голове архитектурными проектами, а чтобы это было в каком-то смысле упреждающими трансформациями, но обсужденными и взаимопонятыми, то есть город как такой постоянный диалог об изменениях, потому что в каком-то смысле то, как будет устроен город, это вопрос действительно согласия с теми экономическими и идеологическими трансформациями, которые идут, и вот пример Екатеринбурга, это же понятная история, это не согласие с тем, что в головах, а не с тем, что на земле, потому что люди не согласны с тем, куда их толкают идейно, а не куда их толкают органически, вот тут вот город как инструмент диалога, это очень сильно интересно, но еще раз вернусь к своей мысли, что мы здесь заложники технологических изменений, и в этом смысле те трансформации, которые предстоят, они еще несколько раз смахнут вот это все, потому что, ну вот приведу последнее, чем я непосредственно занимаюсь, вот я сейчас анализирую реалистичность летающих автомобилей, вот у меня на столе несколько проектов, реально, и там пять лет назад кто бы мне сказал, я бы сказал, ну да, чувак, ну круто, конечно, давай еще кино посмотрим, а сейчас у меня очень реалистичный проект на столе, ну прямо очень реалистичный, по экономике, по физике, по надежности, потом я знаю, что через год там Аэрбаз начнет гонять в Анфранкфурте летающее такси в тестовом режиме, где-то в Штатах уже гоняется, я знаю, что в Катаре начнет гоняться, это уже реальный проект, то есть летающее такси через пять лет, летающее скорая помощь, это уже серьезно, что такое летающее такси в Москве, это как минимум еще на 20 километров расширение потенциальной площади, ну что будет еще, там Человейники, нет, Человейники летающее такси не потянут, а вот какое-нибудь там комфортное а-ля Силикон Вэлли низкоэтажное жилье, которое становится ближе к Москве и доступнее, вполне реально, то есть я не знаю, как это будет градостроительно решаться, я вот просто решаю конкретный вопрос, летающее такси в России, это интересная перспектива или не имеет, я видел, что у Пирожкова, что у Пирожкова я знаю, я его смотрел, не, вот то, что у Пирожкова я смотрел, это не летает, я смотрю другое, что летает, и там летает в полном порядке, так что я просто говорю, что те технологические изменения, а счастья нету, понимаете, это про это, да, и так, да, Евгений, вы знаете, просто одну только фразу, к сожалению, движение наше, оно не однонаправленное, и мир не так просто устроен, как нас сейчас пытаются убедить, да, все, все чуть сложнее, да, путь наш более извилист, а иногда даже мы любим возвращаться куда-то, и так жизнь устроена, с этим надо мириться, поэтому не надо упрощать, как мне кажется, в общем, упрощение масса, масса, так сказать, скрыта, конечно, всякого рода, обольщение всегда бывает наказуемым. Смотрите, Андрей Владимирович, мы услышали несколько мыслей сегодня, и в какой-то степени мы их с вами обсуждали, то есть, во-первых, мы в какой-то степени переходим в состояние станкового проектирования, то есть, которое изнутри, ну, как художник, у него есть такой жанр, станковая живота, есть монументальная живота, это Слава Главович придумал, да, и очень был горд этим, вообще говоря, изобретением своим. Вот это можно зафиксировать, я надеюсь, да, и второй момент, что у нас нету под всем, под этим, как бы, несбалансированной ситуации, потому что нет структуры образующего элемента, ни в обществе, ни на земле, так гражданин, на минуточку, это еще и обязанности кругом, это, в общем, налогоплательщик, в первую очередь, а у нас такая история с землей, что под жильем мы налоги не платим, а, так сказать, я вам, вот, кстати, был вопрос на предыдущей дискуссии Антонова, сколько же платят за господину Пузанову, сколько составляет налоговая ставка, так вот, в Америке, там, в Канаде, один процент, то есть, если у вас коттедж, условно говоря, личный, или таунхаус стоимостью полмиллиона долларов, а он столько там стоит, да, минимум, для нашего брата, грубо говоря, да, то вы будете платить, сколько? Пять тысяч долларов в год. И что? Не пятьдесят, пять. И что? Да, ничего, а вы готовы платить пять тысяч долларов за вашу квартиру стоимостью те же самые полмиллиона долларов? Придется платить. Придется платить, а никто не готов, и сейчас вот такая ситуация, это за землю, понимаете? Так вот, вот, сейчас мы не спорим, Илья, сейчас Сан Саныч говорит. Коллеги, я сейчас на самом деле дичайше доволен. Маленькая, легонькая провокация удалась. Я сказал, я не знаю, что делать. Проснулись, 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 и сказали, надо освобождать человека. И я очень рад был это слышать. Спасибо. Хорошо. Да, можно вот микрофон Виктору Николаевичу? Я буду выступать от имени как председателя Архкомитета Международного Конгресса Фестиваля Мировой и Национальной Культур. Почему? Потому что мы сделали опыт. Все ведущие страны Европы участвовали, и Америки тоже. Мы собрали представителей всех пространственных искусств, архитекторов, художников, скульпторов, временных искусств, философов, ученых. Духовных представителей и так далее, и так далее. То есть в комплексе. И мы пришли к выводу, что прежде всего тупик в сознании, даже не в экономике. В сознании. Сначала мысль, потом слово, потом поступок. Это классическая формула философии. Так вот, у меня вопрос такой. На этих конгрессах мы пришли к выводу, мы сейчас в космическом веке. И нету пока на планете, ни в Америке, ни в Европе, ни в России, центров космических, синтетических, которые отражают наш современный космический век. Повторяю, нету. Все частности. В частности, тачки, миллионеры и прочее, прочее. Это первое. Второе. Нас очень, очень печалит, что Россия проигрывает на всех международных конкурсах на Экспо. Но, повторяю, выигрывает на Экспо все страны. Италия, Китай, Арабские Эмираты, Япония, даже Казахстан. Так, Виктор Николаевич, прошу прощения. Я заканчиваю. Так вот, у меня есть предложение от имени Кондреса фестиваля. Не надо наступать опять на эти же грабли Екатеринбург. Переориентироваться на другой город, где много солнца, зелени. Почему мы выиграли в Сочи спортивную столицу? Потому что там много солнца. Там соответствующая даже географическая обстановка. И, наконец, третий пункт. Третий пункт. Значит, я вспоминаю 1986 год, где в этом же здании, в Манеже, была прекрасная выставка под лозунгом «Город будущего». Были представители всех творческих союзов, всех философских и научных систем. И я предлагаю объявить, прямо не просто прошу, запишите в резолюцию следующий. Мне же сделать международную акцию, подключить кроме союза архитекторов все союзы, как было тогда. И о философов, чтобы выработать, наконец, что-то нормальное. Чтобы мы не в своем узеньком кружку, мы архитектуру, да, архитектура – это мать искусств, правильно. Никто не возражает. Но пока не будет философской основы. А у нас же, мы же родина российского космизма. Вы забыли. Русского космизма, который провозгласил блестящие синтетические идеи на весь мир. – Хорошо, Владимир Николаевич, мы приняли Ваш посыл. – Вот моя идея. – Спасибо большое. – Вот все, что я хотел сказать. Большое спасибо. – У нас получилось так, задана тема дискуссии, что вот город, ну, будущее, что мы в будущем, и дальше выяснилось, в будущем совсем все плохо. Если у нас в будущем космизм, ну, вообще, кранты. – А, значит, понимаете, если это измерение убрать, то я считаю, что, в принципе, ну, как бы, качественный градостроительный проект профессионала сегодня возможен, желателен и нужен. Просто не нужно говорить, что это город будущего. Просто это город настоящего. И все тогда в порядке. Весь этот мрак превращается, ну, как бы сказать, ну, в довольно бессмысленную демагонию. – Поближе к микрофону, пожалуйста. – Совершенный. – Совершенный и все. – Ну, у меня не важно, да нет. Я за самый простой, прямой, вот я не архитектор, да, я создаю только какие-то условия для работы архитектора. Это не очень хорошо. Но когда, значит, возникает вот возможность, что ты действительно там объяснил власти, как что нужно здесь заказать, нашел этого архитектора, их соединил, и они делают, ну, я не знаю, ну, как школа вот Машковича, которую вот, ну, практически я делал вот в этой жанре. Да, это счастье. Это школа, конечно, можно рассказать, что это школа будущего. Только, ну, это зачем? – Андреас. – Только кратко, да. – Да, я быстро. Андреас, бывший архитектор. Когда я был архитектором, я ненавидел жителей, потому что с ними нужно было согласовывать вечно все, да. Госпожа Косаренкова до сих пор их боится. Теперь я обыкновенный житель, и хочу сказать господам архитекторам, да, и же с ними, Гриша, не надо бояться жителей. Их нужно грамотно информировать, потому что когда под сталинскими домами в 12 метрах начинают рыть метро, они, конечно же, они, конечно же, против. – Это вранье, которое тиражируется с марта. Метро в 28 метрах ниже уровня земли. Сокрытым способом. Кто придумал 6, кто придумал 20, не знаю. Но хватит уже без конца тиражировать. 28 до верхней части тюбинга. А я специально узнал, пошел. Поэтому не надо. – Это одно из. Значит, недалее как два года назад с Кириллом Владиславовичем мы сделали замечательный проект. Вот когда мы изучали проблему нашего, моего квартала, выяснилось, что одна из самых комфортных сред, которые существуют, это среда вот этих вот трех маленьких хрущевских пятиэтажек. Там был замечательный, прекрасный, уютный двор. Мы умудрились, так как там разная застройка, там, начиная с моего двора, это 1936 год, и заканчивая 80-ми башнями, где совершенно никаких дворов нет, и просто некомфортно жить, мы умудрились сделать так, что это, в принципе, все как-то нужно для людей. Так вот, собственно, проблема пространственного развития, проблема вообще, я не знаю, там, существования дальнейшего, она заключается в простой вещи. Значит, я уже давно говорил, что в больном обществе здоровой архитектуры быть не может. Точно так же, как не может быть здоровой экономики, там ничего не может быть. До тех пор, пока мы не поменяем изначально сверху, у нас, мы можем строить все, что угодно, мы можем строить такие домики, сякие, мы можем делать такие фасады, мы можем делать их красные, зеленые, там, полосатые, но ничего не поменяется. Это, в общем, не освобождает от ответственности работать дальше. То есть можно себе придумать, конечно, кучу способов, чтобы, так сказать, да, Саш, давайте. Да, ну давайте, я уже как... Вот, ну, конечно, в середине дискуссии мне, конечно, было очень больно и обидно от того, как все у нас прошло, но слава богу, что зал все-таки поддержал как-то, так сказать, и подбросил дровишек, и, в общем, нормально все прошло, я доволен. Вот, но общие выводы мои лично, я считаю так, что вопрос, который был поставлен в начале о том, что советская инерция, она вообще, так сказать, даст нам как-то вырваться из своих объятий, или же все-таки мы так и будем, в общем, дальше сидеть в столетнем микрорайоне, ну, понятно, что на самом деле действительно прав выступающий мой сосед справа, что на самом деле действительно надо идти в неосвоенные места, туда, где потеплее и поближе, так сказать, к каким-то внешним рубежам нашей Родины. Вот, и на самом деле я думаю, что если 21 век и даст нам что-то новое, то только то, что будет действительно новое, а не на руинах, так сказать, оставшихся нам от советской власти. И сегодня я гораздо сильнее убедился в правоте этой мысли. Вот, и в этом смысле, что если мы говорим о технологической революции и ее отражении в нашем пространстве, как новой экономической модели и системе расселения, производной от этой модели, то я считаю, что, конечно же, нужно думать над тем, какая, так сказать, система расселения новая, постсоветская, может возникнуть, и какая часть нашей страны вообще, в принципе, способна вписаться в этот контур. Вот. А обсуждать, так сказать, судьбу панельных и всяких прочих, так сказать, построений века 20-го, ну, это только вот лишний раз, так сказать, это переводить, собственно, дрова и электроэнергию. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Максим Яковлевич, вы скажете что-нибудь? Нет, я переводил. Вы говорите что-нибудь? Нет? Да. Ну, это, конечно, замечательно и оптимистически, но вот Андрей Владимирович точно вспомнил фразу Зоченко, радио есть, а счастье нет. Вот в этом смысле это точно совершенно про инновации в России, потому что они из известных мне сфер внедряются очень успешно только в одну, сферу безопасности. Я вот на одном острове работаю, они тут гордо сказали, мы все точки поставили камеры с опознаванием лиц, теперь мы знаем каждого человека, въезжающего на наш остров. Вот тут они будут, точно будет успех. А вот в остальных сферах как-то вот не очень. Поэтому на инновации надеяться не надо, нужно надеяться на собственное участие в цивилизационном развитии. Вот, наверное, как-то так. Ну, я тогда сам еще скажу, что все-таки на самом деле я считаю, что надо думать над тем, как цивилизационная рамка ложится с экономической и технологической на пространственную. И вот, собственно, для меня лично, как для человека, который, так сказать, ведет всю эту, так сказать, полуторагодовалую деятельность, это сейчас ключевой вопрос, который, я думаю, что в следующем сезоне, в следующем сезоне... Да-да-да, говорите об этом. Да, будем говорить как раз о том, как уложить и поженить все эти четыре рамки. Вот. Поэтому, в общем, приходите, будем рады вас видеть. Спасибо. Да, коллеги, друзья, подождите, пожалуйста, буквально секундочку. Это завершающее мероприятие у нас сегодня в нашем году, так сказать, действительно продолжим в следующем сезоне. Не году, а сезоне, извините. И наша задача, как бы, собрать и саккумулировать весь, всю информацию, материал, который мы в этом году получили, и продолжить дальше, я считаю, мой личный, как бы, план в область, скорее, схематизации и то, что было 11-12-го. В общем, и, Андрей Владимирович, будем заниматься станковым проектированием. Не будем станковым проектировать. Спасибо всем огромное. Всех участников благодарим, гостей. Спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok